В этом видео вы узнаете все о фильме ужасов «Кровавый ледник» и жуткой бактерии, которая создает отвратительных гибридов, смешивая ДНК различных живых существ. Сначала я расскажу о сюжете фильма, чтобы те, кто не смотрел, поняли, что за криповая хренатень там творится. А потом мы с вами покопаемся в том, что это такое за бактерия, которая творит поистине кошмарные вещи с живыми организмами. Что это? Оно живое? Определенно. Я бы сказала, что это какой-то одноклеточный организм, но какой? Я такого никогда не видела. Он состоит из множества клеток, которые постоянно делятся и образуют новые. Что? Что? Как это попало в видео? Я что, уснул в кресле? Блин, оно такое мягкое, что я уснул, доделал монтаж во сне? Недавно я поменял свою старую развалюху на новенькое AeroCool Crown AeroWave, самое удобное игровое кресло, на котором я сидел. Оно сделано из мягчайшей многослойной ткани, которая позволяет играть с комфортом и выдержит все, от спокойного расслабона в Ведьмаке или Стражах Галактики до потных каток в доту или Counter-Strike. И кайф не испортят даже криворукие тиммейты. Очень крутые, прочные и мягкие подлокотники вертятся и поднимаются как угодно, так что я даже на гитарке поиграть могу. На рынке игровых кресел много бюджетных вариантов, у меня было аж три штуки. Прослужили они, правда, от года до двух, после чего протерлись и поломались. А у AeroCool материалы качественнее и прочнее. Такое кресло не только прочное и комфортное, но и выглядит очень стильно и впишется в любой интерьер. Съемные подушки под голову и под поясницу позволяют мне сидеть безвылазно за компом, играть и монтировать новые видео с утра до ночи, и теперь я забыл о боли в спине, которая преследовала меня на пару с предыдущими креслами. А газлифт четвертого уровня выдержит вес до 150 килограммов, так что можно даже вдвоем усесться. Всячески рекомендую модель Crown AeroWave, но гляньте и на другие кресла от AeroCool линейки Crown по ссылочке в описании. Там целых три разных материала обивки. По прогнозам фильма, действия которого разворачиваются в 2014 году где-то в Альпах, к 2024-му антарктические льды и альпийские ледники исчезнут, что полностью изменит жизнь на планете. На исследовательской станции Glacius в Альпах на высоте 3500 метров живут три ученых, один техник-алкоголик Янок и его пес Тини. Одна из метеостанций в нескольких сотнях метров от главной базы выходит из строя и перестает передавать нужные данные о погоде. Поэтому Янок и один из ученых идут ее чинить, а по пути видят странную цветокоррекцию, то есть скалу, покрытую неизвестным бактериальным наростом кровавого оттенка. Ученый берет образец, Янок чинит трансформатор, а пес Тини чует что-то в пещере под кровавой скалой и забирается внутрь, где находит очень странную умирающую лису, у которой в животе наблюдается какое-то движение. Янок слышит собачий лай и обнаруживает свою раненую в живот собаку внутри пещеры, из глубин которой доносятся тревожные звуки, а собака с подозрением смотрит в темноту. Но Янок не тупорылый 40-летний тинейджер из типичного американского слэшера, а интеллектуально одаренный алкаш из европейского трэшака, поэтому он, подумав, что в пещере обитает бешеная лиса или какое-то другое опасное животное, хватает своего пёселя и сваливает из пещеры, вместо того, чтобы как нормальный персонаж ужастика идти на странные звуки в темноту. После их возвращения со станции, ученые изучают образцы с ледника под микроскопом и находят в них неизвестную доселе бактерию. На следующее утро на станцию с визитом должен прибыть министр, сопровождают которого репортеры и бывшая девушка Янока по имени Таня. Янок хочет доложить министру об опасных животных, но ученые по какой-то причине не хотят этого и дают взволнованному любителю бухнуть, бахнуть немного морфина, отчего тот вырубается. Посреди ночи он приходит в себя и слышит, как кто-то копошится в мусорке, и на него нападает отвратительное неизвестное животное. Он в панике хватает ружье и запирает дверь, крича, что он видел странную лису. Но ему никто не верит, так как Янок мало того, что бухой, так еще и под морфином. На утро он связывается по рации с Таней и предупреждает о творящейся в горах криповой хренотени, но она ему не верит. Янок и одна из ученок... учих. Ученая, короче, возвращается к кровавому леднику, но следов красного органического налета на скалах и пещере уже нет. Янок отходит поссать и ссыт прямо на жука-мутанта, отчего тот почему-то нападает. Янок понимает, что обоссать жука-мутанта мало, надо ему еще уебать с ноги, и тот умирает от стыда. В то же время министр с группой идут пешей тропой к станции, и во время фотосессии фотографа кусает аномально большой комар, чье брюхо наполнено вредоносной бактерией. Вернувшись на станцию, ученые препарируют обоссанного жука. Взяв образцы, они понимают, что в нем живут те же бактерии, что и на красных скалах, и приходят к заключению, что эта бактерия может рекомбинировать и смешивать цепочки ДНК различных организмов, создавая гибриды, например, лис и жуков, которые вырастают в телах зараженных. Услышав это, Янок еще раз предостерегает Таню от долгого похода через перевал, путь через который пролегает как раз через зараженную зону. А потом он понимает, что его любимого пёселя укусили в зараженной пещере, и его, скорее всего, ждет страшная смерть. Он хочет избавить пса от страданий, но Таня, которая слышит скулящего барбоса через рацию, убеждает Янока повременить. Возможно, она найдет решение. Где-то недалеко от группы министра по горам несется очень по погоде и по местности одетая девушка с ICQ, как у транзистора, за которой гонится гибрид Орла и Коршуна, или Грифа, или чё вы доебались, я не орнитолог, и какого-то жука. Он догоняет девушку и прокалывает ей ногу здоровенным шипом. Тем временем на станции происходит очередной конфликт, когда Янок планирует отправиться навстречу к Тане, министру и репортерам. Ученые бомбят на то, что Янок хочет рассказать министру о новой бактериальной опасности, мотивируя свою позицию тем, что с министром идут репортеры, и они сразу же раструбят и растрезвонят об ужасающем открытии, что вызовет панику. Но, скорее всего, ученые просто сами хотят объявить об открытии, чтобы хайпануть и набрать классы. Янок, как трушный альфа-алкаш, на причинном месте вертит мнение ученых, завещает им сосать жопу и отправляется в путь, на котором быстро натыкается на мертвого горного козла со взорвавшимся желудком. У укушенного гигантским комаром фотографа начинается сильная лихорадка. Из-за поворота выбегает полураздетая бабень, которая умудрилась отбиться от летающего мутанта, но последний сразу же нападает на группу и убивает одного из сопровождающих. Охреневшая от такого поворота делегация несется на станцию, где баррикадируется. Сотовой связи и интернета в горах на высоте 3,5 тысячи метров почему-то нет, а единственный спутниковый телефон забрали с собой двое ученых, которые поперлись на метеостанцию изучать обоссанного мертвого жука-мутанта. Но жук не в курсе, что он умер и решительно намерен отомстить обоссавшим его людям, поэтому начинает косплеить хедкраба или фейсхагера и садится женщине-ученой на лицо. Ученый муж пытается спасти свою напарницу ювелирными и абсолютно безопасными ударами камнем по голове, но где-то совершает ошибку в вычислениях. На станции тем временем Таня передает Яноку специально припасенную порцию летальной дозы для усыпления безнадежно больной собаки. Янок все же решается окончить страдания своего питомца. Вот честно, почему мне так пофиг на смерти людей, но когда умирают собачки, мне хочется плакать. Таня, видя, что Яноку очень плохо после гибели песеля, хочет обрадовать своего бывшего парня и сообщает, что она была беременна от Янока, но ребенок тоже не выжил. Она могла бы еще добавить, что Янок приемный, а его мать шлюха. Наверняка это должно было помочь тому, у кого только что умерла собака. На станцию в панике возвращается ученый, забившим камнем обоссанного жука. За ним гонится гибрид горного козла и какого-то насекомого, которого получается довольно легко прогнать. На минутку. Пока ученые объясняют, что сотовый телефон остался на метеостанции, горный козел начинает таранить стены. Все срутся в штаны от страха и лишь одна смелая немецкая оберштурмбабуля издает яростный боевой клич, от которого козерок-мутант сваливает за подмогой и уже через пару минут возвращается со своим летающим другом, орлом-мутантом. Но вновь решительные действия боевой пенсионерки спасают положение. Янок и компания выдвигаются на метеостанцию, где остался спутниковый телефон, а остальные баррикадируются на базе, где у атакованной орлом девушки начинаются какие-то движения под кожей ноги. Боевая бабуля выдает в себе бывалого космодесантника, думает туда куда надо и решает вырезать и сжечь то, что копошится внутри девушки. В дом врывается зараженный комаром-мутантом фотограф, у которого все лицо усеяно жуткими волдырями. Из его головы начинают вылупляться новые насекомые, после чего в доме начинается настоящий хаос, а фотограф зажигает, как Жанна Дарк. Группа Янока находит в пещере изувеченный труп ученый, а чувак, который угандошил ее камнем, вместо того, чтобы свалить все на мутантов, выхватывает пистолет и наставляет его на Янока. Но проблему миссандерстендинга решает внезапно появившийся гибрид лисы и паука, которого Янок и Таня уничтожают. На трупе ученые, они находят спутниковый телефон, по которому вызывают помощь, после чего видят дым на главной базе. Там они находят тех, кто выжил после ночного кошмара, а в небе уже слышны звуки вертушки. Таня заходит в ночлежку и рядом с мертвым Тинни находит уродливого малыша-гибрида человека и собаки, который вылупился из желудка пса. Видимо, это произошло из-за того, что сразу после укуса зараженной лисы Тинни лизнул раненую руку своего хозяина. А если конкретней, то вот как это произошло. Неизвестная бактерия, окрасившая ледник в кровавый цвет, это микроскопическая генная лаборатория и инкубатор в одном флаконе. Она тем или иным способом попадает в организм зараженного существа, чаще всего в желудок вместе с пищей, как было со всеядной лисой, которая могла сожрать бактерию вместе с каким-то подножным кормом или псом Тинни, который лизнул кровь Янока. Также бактерия может попасть через укус или прокол, как в случае с комаром-мутантом и фотографом, или девушкой в коротких шортах и птицей-мутантом. После внедрения в желудок вместе с пищей, бактерия использует ДНК носителя и ДНК любого другого живого существа или его останков, находящихся в желудке носителя, комбинируя их в случайном порядке, чтобы создать абсолютно новое живое существо гибрида. Бактерия это что-то вроде амниотического мешка. В случае лисы она выпила растаявшую воду, в которой жила бактерия, а потом заела жуками и мокрицей. В желудке лисы бактерия поглотила и смешала ДНК лисы, жука и мокрицы, после чего из ее живота вырвалось нечто ужасное. В случае попадания бактерии в другие части, гибриды вылупляются из зараженного тела именно там, куда попала эта бактерия. У фотографа в районе головы и шеи, а у девушки в шортах в ноге. На фоне такого ошеломляющего открытия, легенды о Вервольфах, русалках, Минотаврах или древнеегипетском боге мертвых Анубисе, человека с головой шакала, уже не кажутся такими бредовыми. Это все, что известно о бактериях и жутких гибридах из фильма ужасов «Кровавый ледник». Если ролик вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Огромная благодарность моим спонсорам и каждому, кто посмотрел это видео. С вами был Валай и доминует вас всякая криповая хренотень. Мама сшила мне штаны из березовой коры, Но пришел сотрудник фонда, данные удалены. Мама сшила мне штаны из березовой коры, Но Валай какого хера, где видос про SCP? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...